Достало твое время! Здарова, народ! Это видео посвящено моей первой ивентовой ДД-леге, Блэйду. Ещё с момента выхода его трейлера, который я, к слову, до сих пор считаю самым крутым в Ханкай Стар Рейл, да простят меня кавкомейнеры, я уже понял, что это тот самый персонаж, который будет мне тащить весь контент и разрывать в клочья моих врагов. В связи с рераном этого шикарного персонажа, я хочу поговорить о его актуальности на данный момент. Рассказать об опыте игры и разнице между без Эйдалонном Блэйде и на моём Е6. Я постараюсь свести к минимуму базовую информацию про скиллсет, следы, характеристики, а поговорить именно про текущие сборки команд, немного о реликвиях, конусах, ну и также про некоторые неочевидные особенности. Если вам нужна именно база по описанию, то вы уже сейчас можете зайти в игру и не только почитать её по Блэйду, но и пощупать, найдя друга, который выставил Блэйда на поддержку в своём профиле. Сразу отвечаю на вопрос, почему у меня Блэйд Е6. Мой канал это SWORD TV. Всех самых крутых мечников ХСР я кручу на Е6, поэтому у меня и Цзинлю Е6, и в планах также будет ещё Охерон. А помогает мне в этом? Донатов нет. Маркетплейс, который позволит легко и безопасно пополнить баланс вашего игрового аккаунта, а также сервисов Steam, Battle.net и других. Кстати, в Steam у них самая низкая комиссия, всего 14%. Ну а что там по холке SWORD? А здесь нас ждут самые выгодные пропуска снабжения, а также сущности древних снов в любом количестве на ваш вкус. Все покупки осуществляются по вашему игровому ID, без передачи логинов, паролей и прямого доступа к вашему аккаунту. А при регистрации по моей ссылке в описании, можно получить купон со скидкой на первую покупку. Донатить в игры теперь просто, ведь с донатов нет. Донаты есть? Итак, начнем с общих вводных. Вообще, я всегда предлагаю рассматривать персонажей глобально в двух вариантах сборок. Сборка под зеркало и сборка под любой контент, например, рои, обычные виртуалки. Короче, тот контент, где нам не дают ограничения по циклам, и мы можем поиграться в разные билды и тесты. Для зеркала же и для нового чистого вымысла у нас есть ограничения, а значит, в 99% случаев вы практически любому своему персонажу будете брать сапоги на скорость и ловить бафами или сапстатами минимум 134. Для новичков я поясню. В игре есть так называемые брейкпоинты скорости, которые позволяют ходить вашему персонажу более одного раза за цикл. И вот 134 позволяет вам походить дважды в первом, он же нулевой, в третьем и шестом циклах. Большинство не парится и собирает один скоростной вариант на весь контент. Но в случае Блейда, да и не только его, это не обязательно, потому что зависит как от команды, с которой он играет, так и от его позиции в этой команде. Блейд прекрасно себя чувствует как соло-гиперкэри, так и сап-дд. Я бы сказал даже, как сап-дд это сейчас один из самых лучших персонажей в игре. Но об этом мы поговорим еще дальше. Давайте я постараюсь коротко про реликвии, планарки и конусы. Я не буду сейчас распыляться на вариации, потому что это все проходное, и вы все равно будете стремиться к самому лучшему. А лучший вариант по реликам для Блейда это 4 части долгоживущего ученика. В принципе, этот сет изначально и был создан под Блейда. Да и по названию, намекающему на связь с Цзинлю и на свое проклятие, это как бы видно. Мы знаем, что Блейду нужно много хп, потому что оно не только повышает его выживаемость, но и разгоняет урон от всех его атак. Также для Блейда крайне важно иметь комфортный крит-шанс, 80% плюс. А за 4 части мы получаем аж 16% крит-шанса при наборе 2 стаков. И вот здесь, собственно, и кроется главная-главная боль любого главного дамагера. Баланс крит-шанса, крит-урона и основного скейл-стата. У большинства дамагеров это сила атаки, а вот у Блейда это хп. Если у вас Блейд без сигны и без второго идолона, то вы точно берете в тело крит-шанс. Тут вариантов особо нет. Если у вас есть сигна, то уже смотрим, что на прокола в саб-статах, и есть ли тот самый комфортный уровень крит-шанса. Если есть, ставим тело на крит-урон. Ну а если у вас и второй идолон, то сборка комфортного крит-шанса упрощается в разы. Сапоги это вот главная проблема выбора. С одной стороны, хочется брать скорость, добирать бафами и сабами 134 и ходить чаще. Но вот если Блейд берет сапоги на хп, то его урон значительно возрастает от всех его способностей. Причем, чем больше у вас идолонов, тем более критичны сапоги на хп, так как они дают буст для Е1, Е4 и особенно для Е6. Если же ваш Блейд без идолонов, то сапоги на скорость будут предпочтительнее. Хотя опять же не то чтобы мастхэв. Что касается планарок, то тут выборов всего два, потому что, как я сказал раньше, для нас очень важен крит-шанс. Поэтому либо Салсотта, либо Звездистая Арена. И здесь я бы тоже разделил на Блейда с идолонами и без. Арена рассчитана на базовые атаки Блейда, так как навык она бустить не будет, ибо мы им не бьем. И получается, что Блейд без идолонов, стандартной ротации 4 базовых атаки плюс ультимейт, в совокупности урона набивает чуть больше, чем через Салсота бонус атаки и ультимейт. Но не то чтобы как-то сильно больше, поэтому я бы на вашем месте отдавал предпочтение на Е0 тому сету планарок, где сапстаты лучше. А вот если вы берете Е1, Е4 и, как я, Е6, то Салсотта ваш однозначный вариант. Ощутимая прибавка будет именно от Е1 и от Е6, так как Е2 и Е4 в целом разгоняют одинаково, что Салсота, что Звездистую Арену. Что касается сферы, ставим ветряной урон. По многочисленным тестам и видео на моем канале, в целом на Ютубе видно, что итоговый урон от нее все равно выше. А вот веревку я бы очень советовал вам ставить именно на ХП. Даже если вы взяли первый Эйдалон. Потому что прибавка в урон во все атакующие способности Блейда дает ему все равно больше, чем частота использования ульты. Ну и с дистанции на Е4 и на Е6 это будет ощущаться еще весомее. Ну и наконец в сапстаты. Как вы понимаете, вы приоритетно ролите крит шанс и крит урон, а также ХП. Скорость ролите только в том случае, если вы будете брать сапоги на скорость и хотите самостоятельно, без сторонних бафов, добрать себе 134 единицы. Этот вариант тоже вполне играбелен и важен для зеркалки. Просто есть альтернативы, например, играя с быстрой брони, но об этом мы поговорим дальше. По конусам тут объективно у нас всего два варианта. Это сигна Блейда, которая уже без наложений будет лучше, чем второй вариант. С полными пятью наложениями конуса Орлана. Даже Прайдвинд со своими циферками с китайских табличек это нам показывает. Фишка в том, что сигна дает нам тот самый жизненно важный крит шанс, а также ХП, который бустит наш урон помимо дополнительного урона за потерю ХП в сигне. Конус Орлана же хочет, чтобы мы были при низком ХП в сравнении с боссом или элиткой. А Блейд не хочет быть с низким ХП, потому что лечит себя как через бонус атаку, так и через базовую атаку по пробитым целям. Тем самым очень быстро убирая бонус от конуса Орлана второй его половины. Также не забываем, что Блейда будет автоматически захиливать какой-нибудь Лоча, или Хо-Хо, или Байлу при получении тычки. И Блейд этому будет только рад, потому что он должен постоянно поглощать свое ХП как можно больше, для настакивания дополнительного урона в ультимейт от потерянного количества. Третьей альтернативой можно поставить еще конус о падении Эона пятого наложения, что, наверное, большинство и будет ставить, если нет первых двух. Но даже он будет проигрывать конусу Орлана без наложений. Но я бы сказал так, сигна Блейда, она идеальна для Блейда, и совсем не универсальна. То есть, если в будущем вы захотите ее передать другим текущим персонажам разрушения, она для них будет зачастую равнозначна, или даже хуже тому же самому о падении Эона. Просто по той причине, что бонус к ХП будет давать просто эти самые ХП, а не дополнительный урон, как это получает Блейд. Давайте теперь поговорим про сборки команд. Как я озвучивал в начале, Блейд может хорошо играться как соло гиперкерри, так и вставать в слот второго ДД. В случае сбора гиперкерри, сейчас топовые вариации все похожи друг на друга, и везде используется броня. Дело даже не в Блейде, просто броня также лучший гармонист для соло кэрри и дзинлю, и зеле, да и того же рацию, если вы захотите играть через него одного. Все дело в отличном бафе урона в одну цель, и по сути один дополнительный ход. Это очень важно для всех гиперкор пачек, и единственной альтернативой на горизонте, пока видится Ханаби Искорка. Ну а что она будет делать по старым сливам? Можно посмотреть вот в этом вот видео. Следовательно, во второй слот у нас по классике встает либо Тинь Юнь, либо Пела, а потом уже рассматриваются другие гармонисты и дебаферы. Я, например, обладатель Е6 Юй Кун, и ее точечный буст урона от ульты порой очень крутой. Да, если у вас есть Серебряный Волк, она тоже отлично подойдет. Но лично я отдаю свое предпочтение именно Тинь Юнь, и вот почему. Заливка энергии это не просто более частый ульт для Блейда с повышенным уроном, это еще и чистота дополнительных стаков для его бонус атаки. При условии, что Блейд расходует свое хп ультимейтом, а не восстанавливает. Многие саппорты бустят силу атаки, что для Блейда совсем не очень. Он хочет либо буст хп, либо прямой буст урона, который дает броня. Сейчас у нас выходит новая ивентовая гармония Жуань Мэй, которая будет вставать абсолютно во все пачки вторым слотом вместе с броней. За исключением тех ситуаций, где Серебряный Волк будет полезнее. Например, в случае с Доктором Рассо или Монокванти, да и не только. Для Блейда все бафы, которые дает Жуань Мэй, максимально профитны. Это и буст урона, который чуть больше, чем у брони. Это и игнор сопротивления, и эффективность пробития. Так как мы помним, что по пробитым целям урон и выше, и Блейд еще получает отхил при усиленной базовой атаке. Ну и скорость никогда не будет лишней, особенно если вы играете через красного Блейда. В слот Сустейнера у нас раньше всегда традиционно вставал Лоча, благодаря быстрому захилу на максимальное количество ХП. Ну и также своей максимально позитивной генерации скиллпоинтов, которые в данном случае могут тратить баферы и дебаферы, так как Блейд их тратит крайне мало. После этого чуть-чуть потеснила Лоча Фусюань. Она как третий гармонист дает Блейду баф на увеличение максимума ХП и так необходимого крит-шанса, о котором я рассказывал в разделе про релики. Да, она не будет залечивать так сильно, как Лоча, и Блейд к ультимейту будет накапливать меньше цифр потерянного ХП, но тот буст, который она дает с бафа, эту проблему унивелирует. А вот хо-хо я ставлю к Блейду вместе с Тиньюнь и Броней сейчас только ради того, чтобы быстрее накапливать ультимейт и триггерить бонус атаки. Буст на силу атаки от ульты, как мы знаем, для Блейда не очень. Но если вы новичок и у вас нет никаких ивентовых легендарок изобилия, сохранения, то не печальтесь, лучшей фелкой для Блейда сейчас является Рысь, так как она не просто бустит его максимум ХП, а следовательно и урон, но и повышает шанс атаки по нему, тем самым ускоряя набор стаков под бонус атаки и энергии под ультимейт. И этого персонажа мы получим бесплатно, как раз в версии 1.6, за один из ивентов. Я считаю, это очень удобный вариант, и свою первую пачку можно будет строить как раз вокруг этих двоих. Ну а про щитовиков типа Гепарда, Март-7 я сейчас скажу коротко, они Блейду вообще противопоказаны, но подробнее почему мы разберем далее в части популярных вопросов и ответов. Что касается пачек с двумя ДД, то, как я говорил ранее, Блейд один из самых лучших вариантов на роль второго дамагера, так как практически не расходуют скиллпоинты, и вы сможете их тратить своим первым дамагером. Самый классический и лорный вариант, который использую и я в том числе, это Цзинлю плюс Блейд. Тут все очень просто. В стойке она бесплатно заряжает бонус атаки Блейду во время своих атак. Цзинлю мы бафаем либо Брони, либо Тиньюн, либо Пелы, либо вообще ставим Джоань Мэй, которая отлично бафнет этих двоих. Потому что по сути она частично совмещает в себе сразу и Пелу, и Броню в одном персонаже. Повторюсь, частично. А то сейчас начнется в комментариях в духе, Броня умеет продвигать действия, а Пела держать оптайм ультимейтер в 100%. Что в совокупности дает Джоань Мэй и насколько она крутая, есть крайнее видео с реворком, плюс в планах гайд на релизе. Ладно, мы отвлеклись, я лишь хотел сказать, что лучшим вариантом в большинстве случаев два дамагера будет являться Джоань Мэй. А вот дальше мы смотрим, кто у вас встанет в слот первого дамагера, так как если вы ставите в этот слот Блейда, то ему не нужен второй дамагер, он будет лучше играться, как соло керри, гораздо профитнее. В целом, какой-то синергии, как с дзинлю у Блейда, нет больше ни с кем. И поэтому он подходит наравне всем охотникам, разрухам, эрудитам, кто хочет всегда прожимать свой навык и тратить скиллпоинт. Блейд это может позволить. А теперь про популярные вопросы. Самый главный про актуальность я вынес в самый конец. Почему Блейду нельзя ставить щитовиков? Потому что при получении урона Блейд не получает стак заряда своей бонус-атаки. Механически он не теряет хп от такой атаки и не получает урон, так как весь урон поглощает щит. При этом его самостоятельное поглощение своих хитпоинтов происходит именно под щитом. Также дзинлю при поглощении хп команды тоже забирается под щит, а значит триггерит Блейда. Почему силу атаки нет смысла собирать? Он же дамагер. Давайте тупо в цифрах. Обычно средний дамагер имеет 3000 силы атаки и 3500 хп. Усиленная базовая атака берет 40% от значения силы атаки и 100% от максимума хп. То есть даже не вкладываясь в хп, вы все равно нанесете больше урона от максимума хп. Отсюда логичный вопрос. Зачем вам пытаться ролить и оставлять силу атаки в процентах или флет сабстатах, если вместо них там может стоять прибавка к максимуму хп, которая будет больше давать и урона, а также еще и закидывать выживаемость Блейду? Разумеется, полностью от силы атаки вы избавиться не сможете, так как в перчатках, в конусе и в базе самого Блейда какое-то значение силы атаки имеется. Но сократить ее наличие в сабстатах вы сможете вполне. В целом на этот вопрос я отвечал ранее, здесь я хотел бы еще раз акцентировать внимание на то, что Блейд очень хочет поглощать свое хп, в отличие от того же Орлана, задача которого поддерживать свое хп на низком уровне. А значит Блейд хочет, чтобы его как можно быстрее и полностью залечивали, и у него было больше объема для поглощения хп. Запомните этот момент, его реально многие игнорируют, после чего разочаровываются в маленьком уроне от ультимейта. Чтобы нанести полный дополнительный урон от ультимейта, Блейду нужно поглотить 90% своего максимума хп до использования. Самый простой вариант, поражать навык, провести базовую атаку, после этого получить хила на 100% и поражать ульт. Таким образом получится 30% плюс 10% плюс 50%. Надо понимать, что закинуть Блейду плюс 50% максимума хп за раз, может далеко не каждый хиллер. Особенно если Блейд собран в жир больше 8000 хп. Поэтому по умолчанию Лоча, как генератор больших объемов хп в одну цель, да еще и на бесплатном автокасте, для разгона ульты Блейда подходит идеально. Дальше смотрите на силу ваших текущих хиллеров. Ну и наконец... Стоит ли крутить Блейда сейчас? Насколько он актуален? Действительно, Блейд на релизе выглядел как имба, и стоял в одной строчке вместе с кавкой, а по урону в 3-5 цели даже превосходил ее на высоких идолонах. Но Блейд был первооткрывателем эры разрушения, и за ним потом вышел пожиратель луны и цзинлю, которые сместили его с топовых позиций. Если судить по закрытию высоких этажей зеркала, как основного хай-энд контента, то на текущий момент по статистике пикрейт Блейда составляет 25%, и если рассматривать только последний десятый этаж, то 29%. Но к нему относиться серьезно не стоит, ибо уязвимости в последнем этаже меняются постоянно с обновлениями. Если смотреть на общий пикрейт среди всех персонажей в игре, то Блейд уступает лишь 4 дамагерам, с большим отрывом цзинлю и зеле, а также с меньшим отрывом кавке и пожирателю. Конечно, статистики по Аргенте еще не так много, он вышел недавно, но вот все остальные дамагеры, даже при условии того, что Блейд из лимитированного баннера, и есть далеко не у всех, имеют более низкий пикрейт. К чему я веду? Блейд остается вполне играбельным и хорошим персонажем для вашего аккаунта, если вы ищете себе сильного дамагера. Блейд удобный и универсальный, может иметь кучу различных сборок команд. Я уверен, что в новом режиме чистый вымысел, благодаря своей бонус-атаке, вырезающей ваншотом тонких мобов, он займет место повыше, чем в зеркалке. Из всех грядущих известных персонажей, реран кавки и Блейда, лучшие баннеры для старта аккаунтом, которые ищут себе гиперкерри персонажей. Потому что Рацию это охотник, который будет точечно вырезать одинокие цели. А Лебедь предварительно хочет себе собранную дот-команду. Как собственно и кавка, но под кавку есть сборки гиперкерри без дотеров, закрывающие 10 этаж за 5-7 циклов. Плюс, напомню, под Блейда бесплатно дадут лучшего фиохиллера, рысь, и у вас уже будет основа для сильной пачки, которую можно улучшать бафферами и дебафферами. А на этом всё, народ. Хотел сначала сделать классический гайд, но потом решил переделать иначе. Больше в сторону своих мыслей, которыми собственно и хотел поделиться. Надеюсь, какая-то информация смогла оказаться для вас полезной. А взамен прошу проставить лайк, подписаться на канал и включить уведомления. Впереди огромное количество сливочек по пинаконии, которые мы скоро будем активно обсуждать в следующих видео. Уже традиционно выражаю благодарность моим лучшим зрителям на бусте. Спасибо за ваше внимание и увидимся на канале Сворд ТВ.